В школьном спортзале поселка Кын все выходные занимаются легкой атлетикой и строевой подготовкой участники объединения «Школа казачьей культуры». По Берлинской мостовой кони шли на водопой, шли подряхивая гривой кони, данщики. Если всех ребят собрать вместе, получится не менее 30 человек. Казаки гордятся формой, флагом и своими добрыми делами. Одно из них – охрана памятников. Вот этот сам памятник, он весь расстрелянный, его плохо заметно, он зарос травой. До сих пор школьники ухаживали за тремя памятниками. Теперь надумали облагородить и обелиск в честь погибших в 1918 году красноармейцев. Простреленный охотниками, он стоит у поселка Кумыш, в лесу, на болоте, рядом с железной дорогой. Добираться до памятника тяжело, но решение принято. Мы постараемся покрасить его, привести его в хороший порядок, чтобы все было красиво, чтобы его замечали приезжавшие на поезде люди. Его очень хорошо заметно, но он стоит в таком плохом состоянии. Матвей, сюда не гребем, гребем все в кучку, вот так вот берешь все туда. Самый первый памятник, который дети взяли под свой контроль, это бест земляка Алексея Новикова, уроженца деревни Грязнуха. Алексей служил на советско-польской границе и погиб в первый же день Великой Отечественной войны. Ему был 21 год. Он залез в дупло Большого дуба и стал отстреливать фашистов. Но отстреливал так, что фашисты думали, что их обстреливает целый полк. Когда захватчики увидели, что отпором дал всего один пограничник, немецкий генерал сказал своим солдатам, вы должны воевать так же, как этот русский человек. Историю подвига Алексея Новикова собирали по крупицам ученики этой же школы, участники отряда поиск. В 1991 году ребята из поиска установили героев бюст. В 2009 году ушла из школы. Ну вот мы еще иногда собирались, еще ухаживали за памятником. Приходили 22 июня. А потом вот Ольга Алексеевна начала работать. Взяли они шефство над памятниками. Я очень довольна, что вот это шефство попало именно, вот правильно вы сказали, в надежные руки. Казачий крест был вручен за патрическое воспитание молодого поколения. И святая Наталья из Казахстана пришла за волонтерскую и благотворительную деятельность. Возглавляет школу казачьей культуры Ольга Терехина. Для ребят она атаман, а для школьного коллектива педагог дополнительного образования. Ее юные казаки выбрали очень непростую стезю, связанную с военно-патриотическим волонтерством. Работу делают огромную. Денег за свой труд не просят. Деньги, дети об этом даже не то, что не заикают, даже об этом мысли у них нет. А если нужны деньги, например, на ремонт памятников, мы напишем проект, мы заработаем сами. Ребята пишут и защищают проекты на районном уровне. Хорошие работы власти поддерживают финансово. Однажды казаки привлекли полторы тысячи рублей, затем шесть тысяч. На средства грантов покупают кисти, краску и разный хозяйственный инвентарь, столь необходимый для проведения субботников, как у памятников, так и в поселке. Вот от ребят ни разу я не слышала, что вот опять мы куда-то пойдем. Нет, они с удовольствием идут. Они это превращают, можно сказать, даже в праздник. То есть для них это радость. Никогда не было, чтобы они что-то попросили взамен. Учителя рассказывают детям, что история примеряет. Поэтому школьники искренне чтут память всех, кто в серьезной борьбе отдал жизнь за отечество. И уже не важно, каких взглядов придерживались те люди, правых или левых. Так, давай, девушку. Уи-и-и! Смотри, слопь ее ногами, аккуратнее. На здании местного железнодорожного вокзала установлена мемориальная доска в честь солдат Сибирской армии и Чехословацкого корпуса. Иностранные солдаты погибли в боях за станцию Кын в 1918-1919 годах. Пять лет назад на открытии памятной доски присутствовал даже чешский министр обороны. Во время установки здесь присутствовала делегация из Чехии. И мы до сих пор поддерживаем с ними связь. Мы обещали ухаживать за доской, приводить ее в порядок. И сейчас они периодически узнают, как дела с этой доской. И у нас все в порядке. Ольга Алексеевна, я цветочки нашла. В 15 километрах отсюда есть поселок Кын-Завод, где в 18 веке Строгановы начали добывать железную руду. Потому и бились насмерть в год гражданской войны за железную дорогу, чтобы по ней вывозить металл. Тогда станция Кын 11 раз переходила то к белым, то к красным. Самая большая территория у памятника борцам революции. Ты перекапываешь, свето моет, а вы отпущаете. Здесь покоятся тела 35 красногвардейцев и 5 венгров. Каждый год ребята красят обелиск то бронзой, то серебрянкой. При этом мечтают выиграть серьезную денежную сумму на новый памятник. Старый уже рушится, ему почти полвека. Раньше здесь стояла стела, в 77 году поставили памятник. За ним ухаживал Кын-Завод, в 2010 году этот памятник передали нам. Местный леспромхоз уже не так богат, чтобы шествовать над памятниками. Леса практически нет. Малыми партиями его экспортируют в Сирию и Казахстан. И у поселковой администрации нет денег на памятники. Они давно бы пришли в запустение, если бы не казаки-волонтеры. Сложно содержать такое количество памятников. И отрадно то, что ребята, участвуя в проектах, выигрывают, побеждают и привносят деньги в территории. Поглядывают школьники и на две ветхие стеллы, установленные еще в 1968 году. Одна в честь героев Великой Отечественной войны, другая посвящена борцам интернациональной бригады Белокуна и Ференца-Мюниха, павшим в боях за становление советской власти. Памятники в упадке. Шелушица все отпадывает. Старый памятник. Они рассыпаются и бесполезно красить. Мы готовы взять эти два памятника тоже под свое крыло, но пока вот за ними ухаживает Дом культуры, мы не можем их взять. Но если отдадут, возьмем с удовольствием, сделаем, отремонтируем, будем за ними ухаживать. Обычно субботники заканчиваются дружескими посиделками у костра. Ребята варят суп в складчину. Кто картошку принесет, а кто тушенку. Родители казаков всегда готовят термос с горячим чаем или отваром шиповника. Папа и мама поддерживают патриотическое волонтерство своих детей. Да всем помогает, кто обратится и даже кто не обратится. Ребенок увидел, пришел, сообщил. Все присобрались и помогли. Дети заняты, дети в надежных руках. Молодые казаки лишь по торжественным случаям надевают наградные шапки-кубанки от Федерации Союза казаков. Чаще они ходят в рабочей одежде. Сегодня субботник. Завтра работа в домах ветеранов. Послезавтра посильная помощь храму. Своими делами и поступками школьники как бы говорят окружающим. Смотрите, как интересно жить, созидая. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, студия ФМ-Видео. Специально для программы «Большая страна».